Вечная жизнь, жизнь воскресения Была приготовлена как величайший подарок любви Вечная жизнь Потому что Сын Божий и вечную жизнь равны Тождественно равны Написано, сия есть вечная жизнь Да знают тебя истинного Бога И посланного тобой Иисуса Христа Дадим славу Богу Аллилуйя Его обещание — это вечная жизнь Его обетование — это вечная жизнь Подумайте об этом Мы скорбим часто Мы скорбим о тех, кто умирает и уходит Мы очень скорбим И мы скорбим о тех, кто болеет тяжело И мы боимся, что если человек уйдет Мы переживаем Переживают все, кто знают близко Но когда мы знаем, что приготовил Бог Что он приготовил вечную жизнь Приготовил воскресение То это, именно это Только это утешает нас по-настоящему Слава Богу Христос воскрес И как бы это ни восприняли ученики Господь явился им Это говорит также о нас Вот как бы мы ни рассуждали о Христе Кто-то мало, кто-то больше Кто-то, так знаете Ну не особенно задумываясь А кто-то, копая глубоко Пытается утверждать, доказывать И нести силу воскресения Христа Друзья, воскресший Христос Это неоспоримый факт И факт доказан не только 500 братьями Не только, кто видели Господа Не только апостолом Павлом Который увидел его Во время гонения на него На Иисуса Это факт, который пережили не только апостолы Потому что он явился ему Он явился, когда двери были заперты Женщины, которые видели Иисуса Ученики шли по дороге Видели Иисуса Он являлся им в протяжении 40 дней И учаях о Царстве Божьем Но жизнь воскресения И воскресение Христа Приносит доказательства в нашу жизнь По еще многим другим признакам Потому что если Христос живой Тогда Он действует Если Христос не был бы живой Его имя бы не действовало Он не действовал Но так как Христос жив И так как Он реален То через веру И связь с Духом Святым Господь проявляет свою жизнь Проявляет свое действие Поэтому живой Христос Живой Спаситель Он прощает грехи Если бы Иисус умер И не воскрес То проповедь наша Была бы тщетной Как написано То есть просто напрасно Мы бы знали Что был человек Или был Бог Или был Сын Божий Который умер Умер это значит С Ним все покончено Но И Павел говорит Если бы Христос не воскрес Тогда нет воскресения Тогда мертвые бы не воскресли Но Христос воскрес из мертвых Первый нец из умерших Христос Воскрес из мертвых И Он живой И поэтому Когда Он явился к ученикам Имя Иисуса Христа Он сказал Именем Моим Будете изгонять беса Он говорит Я живу во веки веков Я был мертв Но вот жив во веки веков И имею ключи Ада и смерти Первая глава книга Откровения Поэтому доказательство Жизни Господа Иисуса Христа Это каждый спасенный грешник Только Господь освобождает от греха Только Иисус очищает от привычек Освобождает от зависимости Только Иисус исцеляет болезни Живой Иисус Скажите аминь И вот когда Христос воскрес И вот этот шок Который был у учеников Вот это событие Современные слова Молодежь говорит Какая-то непонятица Какое-то Ну Непонимание Смущение И Молодежь говорит Непонятки Они так говорят Просто не Смущены были ученики Настолько сильно была Сама смерть Драматичная Настолько это было ужасно Что мужчины Они Вот как-то их сердце так Очерствело Они Пали в отчаяние Они как-то друг на друга Воздействовали Отрицательно находясь вместе Видно они и плакали Рыдали Просто Разрушали веру И надежду других Но вот приходят женщины И говорят им И я хочу еще вернуться К этому Немножко Я вернусь Друзья Это событие И есть значение Я говорю Мы проповедуем событие Воскресения Христа И мы проповедуем его значение В Евангелии от Луки В конце Евангелии Написано В первый день недели Очень рано Неся приготовленные ароматы Пришли они к огробу И вместе с ними Некоторые другие Это женщины О них сказано выше Женщины Пришедшиеся Иисусом Из Галилеи Они смотрели гроб И как полагалось его тело Они возвратились Приготовили благовоние И масти И в субботу Остались в покое По заповеди То есть они ничего Не могли делать В тот день А в первый день недели Очень рано Неся приготовленный аромат И пришли они к огробу Вместе с ними Некоторые другие Но нашли камень Отваленным от гроба И войдя Они нашли тело Господа Иисуса Когда недоумевали О сем Недоумение Недоумение Непонимание Поэтому не удивитесь Когда Бог действует Не удивляйтесь Не каждый может понимать Дар пророчества Не каждый может понимать Исцеление Чудеса Не каждый может Понимать какие-то слова И мы должны Снисходить друг к другу И церковь Это место терпения И снисхождения Церковь Это не место конфронтации Где обязательно Пастор, пасторы Проповедники Должны проявлять терпение Всем объяснять Как Иисус Это делал для учеников Он не отвернулся От них Он не бросил их Он не сказал Вы неверующие Он упрекал их За неверие Но он Потом им сказал Идите и проповедуйте По всему миру Аллилуйя И Когда они Недоумевали Они предстали Перед ними Два мужа В одеждах Блистающих И они были в страхе И наклонили лица Земле Опять страх Страх Это такие Отрицательные эмоции Наклонили лица Своих земле И сказали им Что ищите Живого между мертвыми Его нет здесь Он воскрес Вспомните Как он говорил вам Когда был еще в Галилее Сказывая Что сыну человеческому Надлежит быть преданным В руки грешников И быть распятым И в третий день воскресни И вспомнили Они слова его И возвратившись от гроба Возвестили все это Одиннадцати И всем прочим То была Мария Магдалина И Анна Мария До этого не написаны имена Вот сейчас Говорятся И Мария Мать Иакова И другие с ними Которые сказали О всем апостолам И показались им Слова их пустыми И не поверили Луки 24 11 Но Петр встав Побежал ко гробу Наклонившись Увидел только пелены Лежащие Пошел назад Девясь сам в себе Происшедшему И вот дальше Такие события Вот это все происходило И Павел пишет послание Он говорит Как некоторые из вас Говорят что нет Воскресения и мертвых Если Христос не воскрес То проповедь наша напрасна Если кто-то только В этой жизни Надеется на Христа Тот несчастнее Всех человеков И вот Господь Приготовил Величайший подарок Своей любви Он приготовил То нам Что имеет сам Вот эта любовь Любовь ближнего Как себя Он приготовил Ту жизнь Которая обладает сам И он приготовил Нам вечную жизнь Вот понимаете Я сегодня утром Думал об этом Ну как это все передать Как это самому Это все осознать Он приготовил Дар вечной жизни Вы знаете Что его обещание Самое главное Какое обещание Господа Это жизнь вечная Есть разные обещания В Ветхом Завете Что Бог обещал Израилю Он обещал Что даст им Землю обетованную Это обещание Земля обещана Что у каждого Будет своя земля У каждого Будет свое дело Он так обещал Но Христос Пришел с большими Обещаниями И сегодня У каждого Есть какой-то там Квартира Может быть небольшая Комната Где-то Какое-то свое Строение Или дом Или дачка Или что-то Но это все Это все ничто В сравнении С обещанием Господа Иисуса Христа Потому что Иисус Христос Дает жизнь И жизнь с избытком Жизнь И жизнь вечную Представьте Он приготовил Подарок тебе Приготовил Подарок Умирающим Приготовил Подарок Больным детям Которые Где-то Теперь Умирают От рака Есть Раньше Там десятки лет назад Не знали Что такое Раковая болезнь Детям Да Но теперь Сатана атакует И болезни распространяются И есть детки Которых исцеляет Господь И приходят туда Проповедники И молятся И Господь дает чудеса Есть те Которые Попадают в царство Божье Написано Детям Принужи царство И когда Приходят туда В больнице Люди Рассказывают Проповедуют О вечной жизни Проповедуют О Иисусе Что Христос Умер Он воскрес И Он дает Вечную жизнь Это дает Великую надежду Дает великую радость И вот Подарок Вечной жизни Это то Что мы имеем Христос воскрес Это однозначно И то Что произошло В твоей жизни Это действие Живого Христа Он слышит Он видит Он отвечает Он совершает Чудеса Он помогает Все делает Вот так Как Для любимого Дитя И Господь Приготовил Нечто Большое И великое И вот Когда ученики Поверили Они Конечно Поняли Это все Там Фома Отдельно Получил Такую привилегию Явление Господа Ученики Еще раз Потом Петр На озере Генесарецком Галилейском Господь Являлся Он хочет Являться тебе И мне Как реальный Живой Господь Я служил Богу И верил Что Он есть Но я не чувствовал Силы Его воскресения Я не чувствовал Силы Его Внутри себя До тех пор Пока Ко мне не пришла Сила Божия Я хочу сказать Есть признаки Есть Есть доказательства Жизни воскресения И Библия говорит Что это есть Свидетельство У воскресения Есть Свидетельство Были Свидетели Апостолы Свидетели Люди Там Братья 500 с лишним Они умирали С этим свидетельством Они говорили Мы не можем Не проповедовать Того Что мы не видели И взяли Запрещали Они говорят Мы видели Мы видели Его воскрешение Мы не можем Молчать Мы должны Больше слушаться Бога Чем человека Но Иоанн говорит Нам Мы видели Мы свидетельствуем Мы осизали Руками своими То есть мы трогали Его раны Господь более того Говорил Вложите пальцы Представляете Может быть Ему даже Было бы больно Было больно Физически Но он позволил Чтобы они Прямо пальцем Внутрь Вложили в его раны Это огромные Римские гвозди Он сказал Вложи Памая Пальцы Он сказал Это Он показал Им доказательства Он ел Перед ними Он говорит Есть ли у вас Какая пища Они думали Что он дух Опять вот Такое отношение Друзья Я хотел бы быть Вот иметь Такое сердце Веры Как было сердце У Марии Там не написано Что она Не поверила Как-то О них Сказано Очень хорошо Они поверили И потом Ученики Поверили Но вот Эти доказательства Жизни Доказательства Вечной жизни Они существуют Сегодня И это очень Драгоценно Важно Для нас знать Поэтому В первом Иоанна В послании Иоанна Иоанн говорит Мы осязали руками Это слово жизни Мы Мы рассматривали Его Мы слышали Мы видели очами Первая Иоанна Первая глава Но потом Он говорит нам Что Вторая глава 25 стих Обещание Которое Он вам дал Есть жизнь Вечная Обещание Которое Он дал Вам Есть жизнь Вечная Обещание Обетование Это уже Не земля Обетованная Там где Течет молоко И мед Хотя Бог Благословляет На земле Он силен Благословить Помочь Своим Детям Но у нас Есть нечто Более Важное И Написано Обещание Его Ижизвечное Это я написал Вам Об обещающих Вас Ну то есть Люди обманывали Но Господь Говорит Что Я вам написал Что вы Имеете Вечную жизнь И впрочем Помазание Которое От него Оно в вас Пребывает И вы не имеете Нужды Чтобы Кто учил вас Но сие Самое Помазание Учит вас Всему И вот Впервые Я на это Слово Обратил Внимание Что Именно Помазание Учит Тому Что вы Имеете Вечную Это свидетельство Внутри Внутри Отец Слово 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 Святой Дух И Си Три Суть Одно И ученики Слышали Голос Отца Помните Он Говорил Я Прославил Еще Прославлю Потом Еще Отец Говорил Это Сын Мой Возлюбленный В котором Мое Благоволение Помните Когда Иисус Был На Горе И Бог Говорит Отец Это Свидетельство Петр Иак Иоанн Слышали Это Это Сын Мой Возлюбленный Затем Свидетельствует Слово Или Написано Что Слово Свидетельствует Это Господь То Что Говорит О нем И Святой Дух Си Три Суть Одно Святой Дух Совершает Чудеса Знамения Так Говорит Верный Истинный Так Говорит Господь И так далее Это Действие Духа Святого Далее И Три Свидетельствуют На земле Дух Вода И Кровь И Три Об Одном Что Такое Дух С маленькой Буквы Это Значит Наш Дух Имеет Свидетельство Вот Этот Знак Жизни Божьей Вечной Жизни И Мы Принимаем Свидетельство Человеческое Если Мы Принимаем Перечислил Господь Голубь Сошел Во время Крещения Господь С небес Проговорил Сыном Своим Это все Свидетельство Видели Ученики Отношение Бога К своему Сыну Свидетельство Состоит В том Верующий Сына Божий Имеет Свидетельство С себе Самом Неверующий Богу Представляет Его Лживым Потому Что Неверует Свидетельство Которым Бог Свидетельствовал О Сыне Своем Свидетельство Это Состоит В том Что Бог Даровал Нам Жизнь Вечную И это Жизнь Вечная Сыне Его Имеющий Сына Божия Имеет Жизнь Вечную И не имеющий Сына Божия Не имеет Жизни Это Написал Верующим Во имя Сына Божия Чтобы Вы Знали Что Вы Верующие Сына Божия Имеете Жизнь Вечную И вот Какое Дерзновение Мы имеем К Нему Когда Просим Чего-то По воле Его Он Слушает Нас Это Дерзновение Реальность Что Когда Мы Молимся Бог Отвечает На Молитвы Вот Свидетельство Джон Макдауэлл Там Писал Большую Книгу Доказательства Воскресения И он Пытался Говорить Об этом Что Моя Жизнь Все Что Совершилось Со Мной Это Результат Того Что Христо Жив Есть Свидетельство И Павел Говорит Извините Иоанн Говорит Помазание Учит Вас И вот Когда Мы С вами Наполняемся Помазанием Когда Мы Наполняемся Святым Духом Церкви Тогда Вдруг Так Хорошо Мы Настолько Бог Становится Реальным И мы Чувствуем Себе Его Любовь Мы Чувствуем Себе Что Он Просто Близко Он Отвечает Он Совершает Чудеса Исцеление Потому Потому Что Он Живой Он Реальный Вот Это Свидетельство Должно Быть Внутри Нас И мы Ходим С С Этим С И Это С 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 Христа Оно Великое Оно Обширное Значение Во-первых Что Он Не Остался Во Гробе Он Победил Смерть И Все Что Было На Нем Как Молился Брат Анатолий Все Что Давило Его Все Наши Грехи Все Было Побеждено Если Христос Не Воскрес Получается Что Наши Грехи Его Победили Наши Болезни Его Победили Наша Христос Умер Как Должен Был Умер Любой Грешник В смысле За свои Грехи Но Он Умер За Наши Грехи Исус Умер Как Должен Был Умер Адам Как Умер Адам Он Умер Чтобы Своей Смертью Заменить Нашу Смерть И Христос Он Воскрес Для Нашего Оправдания То Его Воскресение Стало Доказательством Того Что Он Действительно Нас Оправдал Потому Что Он Был Распят За Наши Грехи Наши Грехи Были На Нем А Это Значит Что Наша Вина Была На Нем А Если Он Воскрес Значит Он Разрушил Нашу Вину Он Нас Оправдал Поэтому Друзья Сила Нашего Оправдания Находится В силе Его Воскресения Почему Тебя Господь Оправдал Почему Мы Оправданы Мы Покаялись Мы Верили Мы Приняли Потому Что Христос И Воскрес Он Живой И Поэтому Он Коснулся Нас Поэтому Он И Коснулся Тебя Поэтому Мы Ощутили Христа Кто Бо Мы Ни Были Каком бы Мы Работе В Должности Не Работали Среди Нас Есть Военные Среди Нас Есть Врачи Среди Нас Есть Педагоги Среди Нас Есть Рабочие Специалисты И Так Далее Домохозяйки Вот Кто Бо Мы Ни Были Мы Все Ощутили Мы И 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 Чувствуем Молимся И Когда Дух Божий Сходит На Нас Мы Знаем Что Вот Его Жизнь Внутри Нас Мы Живем Христом Или Он Живет Внутри Нас И Христос Говорил Я Живу И Вы Будете Жить Христос Чтобы Привести Нас К Богу Однажды Пострадал За грехи Наши Праведник За неправедных Был Умершен По Плоти Но Ожил Божия Она Жизнь Воскресения Внутри Нас Она Производит Великие Дела Написано Римлянам 8.11 Что Если Дух Воскресшего Из мертвых Христа Живет Вас То Ожививший Христа Из мертвых Оживит И Ваши Смертные Тела Духом Живущим Вас Если В нас Вот эта Сила Жизнь Воскресения Если Мы Воскресшие Из мертвых А Бог Нас Только Такими Желает И Части Тела Своего Как Орудие Праведности Живой Я Нужен Богу Живой Воскресший Во Христе Библия Говорит Если Живете По плоти То Умрете А Если Духом Умершляете Дела Плотские То Живы Будете Поэтому Есть Сила Есть Подарок Вечной Жизни Я Не знаю Друзья Как Это Только Дух Святой Может Нам Это Показать Но Это Подарок Был Бог Мир Что Отдал Своего Сына Чтобы Всякий Верующий Не погиб Но Имел То Есть Получил Дар Божий Вечной Жизни И Вот Ради Этого Все Господь Совершил Мы Иногда Переживаем И Некоторые Хотят Еще Пожить Некоторые Готовятся И хотят Быть С Богом Конечно Самое Великое Состояние Правильное Это Ожидание Встречи С Богом Павел Говорит Получу Вот Этот Венец Я Наконец Получил Эту Божественную Славу Я Буду Всегда В Его Присутствии Я Буду Вкушать Его Пищу И Так Далее Вот Он Ожидал Он Говорит Я имею Желание Разрешиться Быть Со Христом Но Он Поднимал Что Оставаясь Во Плоте Он Нужнее Для Людей Дар Вечной Жизни И Как Только Человек Умирает Он Тут же Получает Приобретает Поэтому Смерть Это Приобретение И Вечную Жизнь Господь Нам Подарил Потому Что Мы Поверили Потому Что Мы Покаялись Потому Что Мы Приняли Его Праведность Даниил Пророчествовал Книга Даниила Он Пророчествовал 12 Главе Вторым Стихом Книга Даниила 12 Глава Вторым Стихом Многие И Спящих В прахе Земли Одни Для Жизни Вечной Другие На Вечное Поругание И Посрамление Жизнь Она В любом Случа Вечна Но Есть Две Области Две Сферы Где Будут Жить Люди В Жизни Вечной С Богом Либо Вечное Поругание И Посрамление Разумные Будут Сиять Как Светило На Тверде 12 3 Разумные Кто Это Разумные Люди Мудрые Люди Которые Знают Пять Пять Было Неразумных Они Не горели Они Не имели В себе Жизни Их Светильники Погасли В них Не Было Свидетельство В них Не Было Помазание Которое Учит Их Потому Что Вот Это Обещание Жизвечное И В вас Есть Помазание И Оно Вам Это Говорит Знаете В Помазание И Силе Христиане Становятся Харизматичными Они Становятся Такими Живыми Они Начинают Восклицать Радоваться Потому Что Помазание Внутри Оно Говорит И Поэтому Мы Ведем Себя Нет Мы Не Ведем Себе Неадекватно Но Мы Ведем Себе Необычно Мы Восклицаем Мы Можем Радоваться Можем Прыгать Потому Что Внутри Себя Мы Чувствуем Вот Эту Жизнь Воскресенье И Написано Нечто Прекрасное О тебе Разумные Покаяние Они Будут Сиять Как Звезды Вот Здесь Настоящие Звезды Есть Некоторые Так Называемые Звезды В интернете Некоторые Так Называемые Звезды В музыке Так Называемые Но На самом деле Христос Говорит Они Будут Сиять Как Звезды Вот Эти Люди Которые Спасают Других Которые Проповедуют На Фабрике Калев Которые Проповедуют На предприятия, где находятся. Они будут сиять, как звёзды, и сиять вовеки и навсегда. Вот кто настоящие звёзды, stars, так как это люди, которые обратят многих к праведности. Это те, которые позаботятся, чтобы спасти ещё кого-то. Бог хочет спасти людей, Он хочет дать им жизнь вечную. У Бога такие дары. Преклоняюсь пред Ним. У Него есть дар Духа Святого. Помните, Он сказал, женщине, если бы ты знала дар, который того, кто говорит «дай мне пить», если бы ты знала дар Божий. Есть дар Духа Святого, есть дары, дар вечной жизни. Ну самое превосходное, что может быть, вечно жить. Дары Святого Духа. И так далее. Дар любви Божьей. И вот когда Христос воскрес, Он не только воскрес, Он оживил нас. И Пётр говорит, благословен Бог, который возродил нас с воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому. Он возродил нас к упованию, к надежде. Потому что первенец Христос, потом Христов. Первенец Христос, потом Христов. Вот к этой цели, к этой вечности у нас должно быть стремление. И поэтому мы, когда мы скорбим, Павел говорит, утешайте друг друга этими словами, потому что Сам Господь придёт при возвещении и голосе Архангела и Трубе Божьей, и мёртвые в Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся вместе с ними живыми, вместе с ними будем восхищены Господу на облаке, так всегда с Господом будем. И пророчество о вечной жизни говорил Даниил, другие пророки. Иисус говорил, пророчествовал Матфея 25, 46. Он говорит, и пойдут одни в муку вечную, а другие в жизнь вечную. Матфея 25, 25, 46. Одни пойдут в муку вечную, другие в жизнь вечную. Христос пришёл на эту землю ради того, чтобы мы имели вечную жизнь, чтобы мы не погибли. И поэтому Он стал грехом за нас, Он стал грешным за нас, хотя не грешил. Он стал как бы грешен нашими грехами или виновен от наших грехов, правильно сказать. Слава и благодарение Богу. И Он совершил великую победу. Вы знаете, Павел говорит правду, настолько мудрые слова. Он говорит, что как дети причастны плоти и крови, Господь говорит, вот я дети, которые дал мне Бог. А дети причастны плоти и крови. Значит, дети от плоти и крови родителей. А Христос не имел плоти и крови физической. Тогда Он принял плоти и кровь, воспринял Он ее. Понимаете, чтобы быть к нам ближе, чтобы нам быть родным, Он принял плоти и кровь. Но не плоти Адама и кровь Адама. Он принял плоти Сына Человеческого, рожденного от Духа Святого, внутри Марии. Евреям 2 глава, 14 стих. Как дети причастны плоти и крови, то Он также воспринял оные, чтобы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола, чтобы смертью лишить имеющего власть смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Любой страх Он приносит, Он сковывает, Он дает нам страх. Иисус говорит, смотрите, Он говорит, «Ты дал Ему власть на всякой плотью, и всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Иисус был почтен, Он был посажен рядом, по правую сторону Отца. Мы с вами, когда мы почтены кем-то, кто-то пригласил на день рождения, вот пригласил чай попить проповедник, это такая честь. Мы сидим, волнуемся, мы благодарны, мы рады просто, затаив дыхание сидим, да, сидим, вот что Он нам скажет, что Он нам сейчас скажет. А Иисус, Он, получив честь, Он хочет дать тебе и мне жизнь вечную. Это не просто жить в Нарве, не жизнь в Ивангороде, не жизнь где-то на Карибских островах или на Канарах. Он даст нам жизнь вечную, потому что Он живой. И Он всему, что Бог дал Ему, Он дает жизнь вечную. Всему Он дарит подарок, каждому из нас. И у Него есть книга жизни. Это книга вечно живущих. И Он сказал, если кто соблюдает Его дела, кто слушает Его, того книга имя не вычеркнется из книги жизни. Если есть риск потерять имя записано, но Бог говорит, того имя не вычеркну из книги жизни. Очень важно сохранить там свое имя, сохранить свое имя своей жизнью, своим послушанием, быть у Иисуса, быть позванным на брачный пир. Библия говорит, блажен, кто имеет участие в воскресении первом. Смерть вторая не имеет одним власти. Блажен, кто имеет участие в первом воскресении, то есть кто готов вот сегодня, сейчас, кто не живет в ссорах, в гневе, в конфликтах, кто не находится в суете, в неверии и так далее. Но тот, кто любит Бога, кто имеет жизнь. Поэтому воскресение Христа, оно открывает нам такие возможности, дорогие. Да будет Богу слава! Субтитры создавал DimaTorzok